Смотрите, какое потрясающее горячее блюдо мы с вами приготовили. Если вам уже надоело готовить плов, приготовьте сегодняшний наш рецепт и вы увидите, насколько это вкусно. Просто сложили слоями все ингредиенты, залили водой и отправили в духовку. Ну а потом можно заниматься своими делами. За 45-50 минут мясо становится нежнейшим, а рис вот таким вот рассыпчатым. Вот такое горячее блюдо сегодня я вам предлагаю. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить вместе с нами. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня мы готовим потрясающее, очень вкусное горячее блюдо, которое можно готовить как на каждый день, так и украсить любой праздничный стол. Его можно готовить как на сковородке на плите, так и в духовке. Сегодня мы приготовим в духовке. Я покажу, как я это делаю. Для этого нам понадобится... Я взяла репчатый лук. Можно взять один средний репчатый лук. Я взяла половинку, так как у меня он был очень большой. Разрежу нашу половинку вот на две или три части и нарезаем очень тонкими перьями. Вот такими вот тонкими перьями мы нарежем наш репчатый лук. Ну а теперь нарезанный лук мы перенесем в емкость и продолжим делать наши заготовки. Ну а следующее нам надо будет на крупной терке натереть одну среднюю морковь. Вот столько моркови у нас получилось, которую тоже мы перенесем в нашу емкость. Ну и последнее, это мы должны добавить сладкий перец. Я добавлю и зеленый, и красный. У меня сегодня замороженный перец, но работать ему очень легко. Или на две-три секунды заливаем обычной водой комнатной температуры, или просто оставить на столе, и он очень быстро отходит. Нарезаю перец соломкой. Вкус и аромат перца в этом блюде незаменим. Это получается божественно. Ну и перец мы тоже закончили нарезать. Ну и последнее, что нам понадобится, это рис. Я беру два стакана риса. Тем стаканом, которым мы измеряем рис, в два раза больше мы возьмем воду. Вот такой рис я сегодня использую. Это желтый длиннозерный рис. Он очень удобен в приготовлении, никогда не разваривается. Всегда получаем рассыпчатое блюдо. Рис надо будет обязательно промыть. Ну и после того, как мы промыли рис, мы начинаем собирать наше блюдо. Для этого я беру форму для запекания. Все наши ингредиенты складываем слоями, заливаем водой и отправляем в духовку. Для начала первым слоем у нас идет лук. Из лука вы можете сделать зажарку, а можно вот прям так в сыром виде. Лук за то время, что будет в духовке, он разваривается очень сильно. Его даже незаметно. Но вкус и аромат лука незаменим. Вторым слоем у нас морковь. Тоже равномерно распределяем. И сверху мы равномерно по всей форме мы помещаем куриные голени. Я взяла 6 штук, потому что в моей форме помещается 6. Вот так равномерно распределила голени. Сверху я обязательно сладкий перец. Получается очень ароматно и вкусно. Ну вот, посмотрите, как уже красиво все это выглядит. Последним слоем я равномерно распределяю рис. Вот так красиво оформили. Он еще не готовый, но уже очень красиво. А теперь последним, что мы должны делать, это заливаем водой. Я беру мерную емкость, заливаю 4 стакана воды. Вода у меня горячая. Куда я должна буду добавить обязательно пол чайной ложки соли. Сюда же я добавляю немного куркумы, как для вкуса, так и для цвета. Вот так вот, пол чайной ложки куркумы. И еще с этим блюдом очень хорошо подходит такая специя, как тмин. Немного тмина. Ну, а можно также добавить, если хотите, приправы для курицы или другие специи, которые вы предпочитаете. А теперь в самую середину я помещаю один большой зубчик чеснока. И заливаю приготовленным раствором. А теперь всю форму для запекания я прикрываю с фольгой, отправляю в духовку при температуре 180 градусов. Вот так вот, прям сверху я помещаю на наше блюдо. На 45, у некоторых может быть 50 минут. После чего я покажу, что у меня получилось. Ну вот, посмотрите, какое блюдо у нас получилось. Запах отменный, пахнет изумительно. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт и вы будете его готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok